В Уссурийском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям готовы к любым капризам погоды. Раз в несколько часов сюда приходят свежие прогнозы. По последним данным, штормовых предупреждений нет. Сведения об изменениях обновятся и сегодня вечером. Согласно данным гидромета, в ближайшие дни выпадение сильных осадков не ожидается. Специальное штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях отменено. На данный момент в службу 112 заявлений от населения, связанных с подтоплением, не поступало. Но в Уссурийске уже есть случаи подтопления дворов. К нам обратились жители дома номер 21 по улице Крестьянской. Здесь стало невозможно выйти из подъезда. А во двор по адресу Горького 47, кроме как прыжками, не попадешь. На месте оказался руководитель строительной компании, которая вскоре здесь осуществит подрядные работы по реализации программы «Комфортная среда». Естественно, жители обращаются. Но мы, что мы можем сделать? Мы только отсыпаем. И сейчас, когда мы будем приступать к выполнению работ, мы прекрасно понимаем, что эту воду мы никуда не денем. Улица Плеханова, она выше, чем вот эта отметка. То есть, если мы здесь поднимаем, чтобы вывезти ее на улицу Плеханова, соответственно, у нас вот в этих двух дворах эта вода будет стоять. Вопрос здесь решит проектирование системы ливневок и проведение работ по водоотведению. А всех, кого коснулась проблема подтопления, просят обращаться в службу спасения по номеру 112. Специалисты МЧС готовы к новым ударам стихии и пока работают в штатном режиме. В целях минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения циклона на территории Приморского края в Уссурийском городском округе проведен ряд примитивных мероприятий. По постановлениям главы УГО от 6 августа силы и средства Уссурийского городского звена Приморской территориальной по системе РСЧС переведены в режим функционирования повышенной готовности. В подтопленных дворах ливневки могут быть забиты мусором или вовсе отсутствовать. Поэтому помимо службы 112 жители могут решить вопросы через водоканал или свои управляющие компании. Тамара Илюхина, Антон Войцеховский, Телемикс.